В этом видео разберем типичные ошибки в выравнивании ногтей и почему идеальный блик не так уж важен. Привет! С вами Анастасия. Несколько лет назад появилось такое выражение, ну или термин идеальный блик. По сути это просто отражение источника света в поверхности, в данном случае на ногтях. И мастера буквально помешались на нем и долгое время были модны вот такие фотографии напротив круглой лампы. Магазины до сих пор предлагают лампы специальные для бликов. Ну как правило это лампа терция из икея с круглой лампочкой внутри. Но на самом деле идеальный блик хоть и имеет значение, но не настолько важен. Потому что вот такие ногти или даже вот такие, и вы не поверите, но и вот эти и даже эти ногти также могут иметь идеальный блик. Просто за счет ровной поверхности сверху. Но правильно ли они сделаны и будут ли они вообще держаться? Не факт. Намного важнее архитектура, то есть построение выравнивания. Если вы ее сделаете правильно, то ногти будут выглядеть красиво и изящно, хорошо держаться и неплохо смотреться даже при отрастании. Для этого нужно расположить в правильном месте апекс, то есть в первой и третьей ногтя, свести на нет, то есть сделать совсем тонким боковые стенки и зону кутикулы. И к свободному краю также не должно быть толщины. Я считаю, что уж лучше сделать правильную архитектуру и пусть там где-то сбоку немного один из ваших 10 бликов слегка заломится. Это никто не заметит, кроме вашего преподавателя по маникюру, но зато ногти будут выглядеть красиво, изящно и держаться долго. Теперь поговорим про ошибки, которые стоят у нас на пути к достижению этой идеально ровной поверхности. Первая и очень распространенная ошибка начинающих мастеров это неравномерная поверхность изначально, чаще всего после снятия материала. Однажды мне моя ученица сказала, но ведь для этого и есть выравнивание, чтобы из любой поверхности сделать идеальную. Да, так оно и есть. Если ноготь поврежден, деформирован, то у нас просто нет выбора и мы выравниваем все эти ямы. Но зачем самим себе создавать сложности? И потом может случиться так, что из-за неровной поверхности вы просто не сможете сделать тонкий, изящный, свободный край. При снятии материала убедитесь, что поверхность осталась ровной и гладкой и я советую максимально снимать материал со свободного края и боковых сторон. Следующая ошибка это построение высокого апекса там, где он в общем-то не нужен. Некоторые люди от природы имеют ярко выраженную продольную арку и, кстати, чаще всего они могут отрастить длинные ногти и свои натуральные. И если мы на них еще положим огромную толщину материала, еще и достроим очень высокий апекс, то мы просто подчеркнем этот изгиб и ногти будут выглядеть ну как клюв. В этом случае, если ногти имеют мелкие неровности, то вы можете их заровнять. Если ногти и так ровные и гладкие, то здесь будет достаточно тонкого равномерного покрытия. Следующая ошибка это смещение центра, то есть апекс находится не в первой и третьей ногтевой пластины, а наоборот, ближе к свободному краю. И поначалу это выглядит в общем-то нормально, если, конечно, его не слишком сместили. Но самое плохое то, что при отрастании получится так, что на свободном крае у нас большая тяжесть, то есть там вся толщина материала. Особенно это опасно на ногтях средней и большой длины. При отрастании у нас будет получаться рычаг, материал все больше будет давить. И таким образом можно даже очень больно сломать или повредить ногти. Это нередко приводит к появлению боковых трещин. Следующая ошибка это отсутствие апекса, то есть просто плоские ногти. Если клиент носит супер короткую длину, которая даже не выходит за длину подушечек, то в принципе эта ошибка не смертельна. Но в других случаях, если есть средняя и тем более большая длина, то без апекса ногти просто будут неустойчивы к ударам и могут легко ломаться или слоиться. Ну а в случае с трамплинообразными ногтями это также повлияет на эстетику. Они просто не будут выглядеть красиво. Следующая ошибка это противоположность. Слишком высокий и выраженный апекс. Вот в этом пункте я знаю, что мое мнение точно разойдется с некоторыми профессионалами и моими зрителями возможно. Лично я считаю, что нет необходимости делать слишком пухлые ногти, которые часто еще называют пирожками, если в этом нет необходимости. Нужно выстроить апекс необходимой толщины для того, чтобы ногти держались и все. Я не вижу никакой необходимости делать дополнительный объем. Дополнительная толщина, пусть даже и в нужном месте, ничего хорошего не сделает. Будет дополнительное давление и натяжение, что увеличит вероятность от слоев. Лично по моему мнению, вот эти ногти также являются пирожками. Хоть и очень красиво аккуратно покрашены и также красиво отфотошоплены. Напишите в комментариях свое мнение. Мне очень интересно, являются ли эти ногти толстыми для вас или нет. Сразу скажу, что я абсолютно нормально отношусь к другим мнениям. Следующая ошибка это горб у кутикулы. Чаще всего она возникает из-за желания хорошо, красиво и плотно прокрасить зону кутикулы. Вследствие чего мастер толкает кисточкой цвет все больше. Ну а там еще была база и потом два слоя цвета, может быть еще втирка и топ. И в итоге у нас получилась большая толщина. Причем сразу это заметно не всегда, но вот когда ногти отрастают, получается вот такая некрасивая ступенька. Обязательно сводите материал на нет к кутикуле и сделайте так, чтобы вот этот подъем к апексу начинался максимально плавно. И не сразу у кутикулы, а чуть-чуть отступив. Последняя, но тоже очень частая ошибка это наплывы по бокам. Это иногда случается из-за того, что вы работаете очень жидкой базой и не успеваете ее разровнять. Если вы заметили, что пока вы работали, материал уже начал стекать на бока, то просто переверните руку клиента и дайте гравитации вам помочь. Если все равно не получается, то может быть имеет смысл переключиться на более густую базу. Если вы все сделали хорошо, поверхность была идеальная, положили в руку в лампу, а по возвращении материал снова на боках, то это говорит либо о том, что ваша лампа недостаточно мощная, не подходит к вашему материалу, либо клиент недостаточно глубоко кладет руку в лампу. Такое часто бывает на больших пальцах. Вот, пожалуй, и все. Мы с вами разобрали самые популярные ошибки. Напишите в комментариях, с какими из них вы сталкивались хотя бы раз в жизни. Я, пожалуй, со всеми, именно поэтому я их все знаю. Спасибо, что смотрели мое видео. Напишите, какие еще темы вам были бы интересны. И если вы первый раз на моем канале, советую подписаться, потому что новые полезные видео и мастер-классы выходят каждую неделю. До новых встреч! Пока-пока!